Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в быстрое обновление по биткоину. Это очень быстрое, грубое и черновое видео. Просто хочу как можно быстрее рассказать тебе об этом. В пятницу 13-го, день, который считают не очень удачливым для многих, у SEC истекал дедлайн для подачи апелляции в проигранном деле против Grayscale. Но комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC не собирается оспаривать решение суда по преобразованию биткоин-траста Grayscale в спотовый биткоин ETF. Об этом появилась статья в Reuters. И вот основные детали. Они не будут обжаловать свой проигрыш в суде. А это, говоря простым языком, значительно повышает шансы на то, что спотовый, а не фьючерсный биткоин ETF будет одобрен. И если будет одобрен один, то одобрят и все остальные. Это то, чего мы так долго ждали. Я думал, что это произойдет в 2024-м, но это событие немного меняет мои взгляды. Итак, из всего этого я вынес несколько важных моментов. Первое. Это проложит путь для других спотовых биткоин ETF-ов. Второе. У комиссии по ценным бумагам и биржам был крайний срок для обжалования решения суда, который истекал в полночь в ночь с 13 на 14 октября. Поэтому я думаю, что теперь это уже решенный вопрос. Они не собирались и больше не могут подавать апелляцию. Также третье. Окружной суд признал, что SEC отклонила заявку Grayscale на запуск спотового биткоин ETF-а необоснованно и наивно. И несмотря на то, что SEC разрешила многочисленные фьючерсные биткоин ETF-ы и даже Ethereum фьючерсные ETF-ы, SEC отказала запуску спотового ETF-а, что просто глупо. И суд тоже это признает. А теперь посмотри на это, на вот эти зеленые выделенные прямоугольники. Это цены на GPTC и Ethereum и в биткоин и эфириум трастах на Grayscale. И сейчас мы видим, что биткоин торгуется со скидкой 15,25%, а эфириум со скидкой 25,66%. Но дело в том, что в прошлый раз, когда я тебе это показывал, биткоин торговался со скидкой около 21% или около того, а эфириум около 30%. То есть скидки быстро сокращаются. И на этом графике это видно куда нагляднее. Скидка на Grayscale биткоин снизилась с 43% до уже 15%. Этот график немножко устаревший. Но тем не менее. Что это значит? Это значит, что кто-то на Grayscale закупается и биткоином, и эфириумом. Причем делает это солидно, ведь скидка сокращается очень быстро. А значит и спрос растет. Что-то происходит. Инсайдеры что-то знают или знали. А GBTC это очень крупный биткоин фонд. Напомню, в нем находится около 650 тысяч биткоинов. Но есть еще несколько других интересных моментов. Например, бывший директор BlackRock Стивен Шонфельд ожидает не только скорого принятия спотовых биткоин ETF-ов, но и притока средств в размере от 150 до 200 миллиардов долларов в биткоин продукты на протяжении следующих трех лет после запуска спотового ETF-а. И это только от BlackRock. Представляешь себе поток денег, если будут одобрены все спотовые ETF-ы одновременно. Денежный поток был бы большим как минимум. И если этот парень Стивен Шонфельд прав, что 150-200 миллиардов долларов вложат в биткоин в течение следующих трех лет, то мы можем достичь цены в 424 800 долларов за биткоин, что является абсолютным безумием. Это в апреле 2028 возможная цена. Однако, если брать более консервативные прогнозы, например, банковский гигант предсказывает цену 8 тысяч долларов за эфир. И если эфир будет столько стоить, то, исходя из всех математических формул, биткоин будет стоить 78 800 долларов за одну монету. Что в три раза больше, чем сейчас. Весьма консервативный прогноз и оттого очень реалистичный. Но есть еще одна хорошая новость, которая показалась мне интересной. Это Кэти Вуд, которая выступала на канале Натали Брунеллы. Она говорила о многом, в том числе и о ее ценовых ориентирах и о спотовом биткоине ETF-е. Она сказала, что стоимость биткоина выросла в этом году в связи с региональным банковским кризисом в США. Она не упомянула о долге, о долговой спирали, в которой мы находимся. Ей следовало бы это сделать, ведь это очень-очень важно. Но она сделала акцент на отсутствие риска контрагента благодаря прозрачности и децентрализации биткоина. Что тоже очень позитивно, учитывая. Последние новости про FTX, которые сейчас на слуху. Вот он, пример централизации и к чему может привести доверие к контрагенту. Она говорила о том, что централизованные биржи – это непрозрачные и опасные структуры. Ты никогда не знаешь, что произойдет с ними и твоими деньгами, которые у них хранятся. Централизованные биржи – это и есть контрагент, несущий большие риски. Но у фьючерсного ETF на биткоин или эфириум тоже есть риск контрагента. Ты должен будешь доверять централизованной организации. В отличие от спотового ETF, где такого риска нет. Что касается прогнозов, медвежий сценарий от Arkinvest – это 258 тысяч долларов за биткоин, то есть 10 иксов. И я знаю, что все хотят 100 или 1000 иксов, но 10 иксов – это тоже очень, очень хороший возврат инвестиций. Конечно, за это время, до 2030 года, доллар США девальвирует еще раза в 2, а значит наши 10 иксов по покупательной способности превратятся в 5. Обычный сценарий для Arkinvest – это 680 тысяч долларов. И самый бычий – это 1,5 миллиона долларов за биткоин в 2030 году. Так что, несмотря на все трудности сегодня, долгосрочная ситуация выглядит неплохо. И как же мне хочется сказать, что все дороги ведут не в Рим, а к биткоину. Просто хотел выпустить быстрое обновление, ведь многие спрашивают, а что происходит, что это значит? Неужели решение про запуск спотового в биткоин ETF уже на 100% готово? Нет, не на 100%. Это просто означает, что комиссия по ценным бумагам и биржам отступает. Что Гэри Гэнслер сдается, он заявил, что собирается сосредоточиться на искусственном интеллекте. Я думаю, что он размахивает белым флагом, говоря при этом «Эй, знаете, как же вы меня уже достали». Другой момент, что Конгресс США сильно преследует его и хотят прижать его к стенке. И мы увидим, что именно произойдет на самом деле. Но то, что Гэри находится под давлением, это без всяких сомнений. Ему приходится размахивать белым флагом, когда Уолл-стрит влезает в дело, ведь когда Блэк-Рок чего-то хочет, он это получает. И мы говорили об этом в прошлом видео. Эти корпорации, эти транс-корпорации не стесняются даже войны поддерживать ради достижения своих целей. Что им прижать какого-то там Гэри Гэнслера? Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»